Субтитры делал DimaTorzok 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 очень хорошие очки, потому что Мерседес как-то плохо финишировал. Пятый Льюис, восьмой Ботос. Но это на руку нам с Сироткиным. Контактов было немало, но нету повторов, потому что я просто банально их не записал. Два сошедших это Алонсо и Эриксон. В соперничестве я выигрываю Сироткина, но вот с Льюисом у нас ничья. После того, как я провел очень плохое гран-при в Махрейне, занял очень низкое место. Соответственно, Льюис смог оторваться от меня. Счет этого. Собираем ресурсы, продолжаем прокачивать болид. Также, это был четвертый этап, соответственно, у нас будет новый контракт. И по контракту я решаю взять побольше себе очков, чтобы можно было быстрее прокачивать болид и чтобы по времени у нас все улучшения на неделю приходили раньше. Потому что любое количество улучшений в отделе это, по моему мнению, для меня бесполезно, потому что оно полезно только в том случае, когда уже болид прокачивает по максимуму и там из-за новых регламентов вы не успеваете взять все модификации. И для этого уже это как-то одновременно разработки лучше подходят. Когда у вас новый сезон и у вас куча мелких улучшений не взято. Вот. Хотел еще взять быстрый пидстоп, но к сожалению, мои ценности настолько хороша еще. Ну, всему свое время, так сказать. Поэтому беру второй уровень и спокойно уже контракт был одобрен моей командой, слава богу. Ну и по поводу улучшений, берем два мелких улучшения, одно в ДВС и одно в шасси. Собственно, начинаем шасси мы наконец-то прокачивать износ шин. Соответственно, он будет меньше, что позволит нам использовать стратегии в один пидстоп уже на большинство этапах и не надо будет приходить для этого ехать на квалификацию в втором сегменте, на другом типе резины, нежели все другие пилоты. Ну и перейдем к самой Испании. Ну и, собственно, сама Испания. Та же самая ситуация, все очень хорошо было в практике, в квалификации тоже все идеально, я привожу по полсекунде в секунде своим оппонентам, но это означает то, что этап, соответственно, будет таким же, как в Баку. Я просто отъеду от всех своих оппонентов и все. Для меня гонка будет на этом закончена. Даже решаю специально пойти на стратегию в два пидстопа, чтобы может хоть как-то у меня будет борьба и тому подобное, и может быть я что-то смогу от своего лица показать. Но это тоже не поможет. По старту решетки я на первом месте и Сироткин на четвертом, что очень хорошо для меня, значит, что может быть у него на этом этапе будет темп. Но, за спойлерю, нет. Темпа у него по итогу просто не было. Не знаю, опять с чем это связано, вот вроде бы уже все делаешь и снижен вес немножко, и больше лошадей у нас сейчас стало, за счет чего мы напрямую очень быстрее стали еще ехать. Но все равно Сироткин не может пока. И это печально, да. Ну и, собственно, стратегия в два пидстопа, как я и говорил, супер софт, софт, медиум, просто для того, чтобы побольше затратить время на гонку, и, соответственно, может быть у него поевых какая-то борьба. Но, собственно, ее ждать не стоит. На стартовой решетке, в принципе, получается такой более-менее старт. Хамильтон почему-то сворачивает вообще влево, хотя он мог меня тут же на старте опередить, но за счет этого он немного осмел Рикардо, то есть замедлил его, и Сироткин за счет этого вырывается. Также мне еще пендель дает Льюис, и меня слева справа пытается обойти их, и, конечно, Сироткин, но ни у кого из этого них не получается. И по итогу они начинают уже бороться друг с другом. Поэтому я решил, кстати, тапочу показать от лица Сироткина, но тут тоже я посмотрел, как я и говорил, и ничего интересного не было вообще. Ну, точнее, там была небольшая борьба у них. Вот, собственно, как это выглядело с ТВ-камеры. Они слева справа на меня заходили, но по итогу у меня была самая выгодная линия, и они просто предпустили меня. И начали бороться друг с другом, и за счет этого я начал уже сразу отрываться от них. Но, к сожалению, Сироткин отчаянно, конечно, боролся с Хамильтоном, шли бок о бок почти половину трассы, но по итогу Хамильтон выигрывает эту борьбу и занимает свое второе место. Сироткин же потихоньку ехал-ехал за всеми, но за Хамильтона не смог удержаться по-нормальному. Я же, вот единственный момент борьбы моей, это уже после первого пистопа, догнал тех, кто едет на стрессе Каватим Питт, опередил Ферстаппина, но зацепил Саенса, из-за чего меня повело, соответственно, меня Ферстаппин опередил обратно. Но на обратной прямой я спокойно уже догоняю, также он ошибается в шпильке, блокирует лево-переднее, и я его опережаю. И, соответственно, впереди идущие меня Хас и Саенса, они просто пошли уже на пистоп. Перед лица Сироткина. Во-первых, Сироткин заехал свой первый пистоп и задержал Хамильтона. Но, к сожалению, Сироткин задержал уже Рено, и за счет этого Феттель вышел вперед Сироткина, хотя он заезжал, наоборот, позади. На втором пистопе ситуация по-другому уже шла, уже позади его был Кимми, но за то, что Кимми бокс был чуть ближе, он выезжает раньше, и из-за этого задержал уже Сироткина. Кимми не успел оторваться далеко, потому что его задержал Тророса. Как мы знаем, Тророса довольно-таки такой болид. Интересно то, что вроде по характеристикам не очень, но бороться он может почему-то с топовыми болидами, на равных почти. По итогу они ехали бок о бок третий сегмент, из-за чего Сироткин смог подобраться поближе к Кимми, но Кимми прошел уже Тророса. Но Сироткин держался за Кимми, получил ДРС, и через несколько кругов уже начал атаковать Кимми. У него это удачно вышло, на старт финишной прямой поравнялся, и спокойно после первого порта, во втором уже в свою пользу опередил Кимми. Но не пришлось ему долго радоваться этому, потому что на предпоследний кругу Кимми провел такую же атаку, как Сироткин на него, и соответственно вернул себе седьмую позицию. Да, борьба была за седьмую позицию, к сожалению. Ну, а я к концу гонки уже опередил одного гонщика на круг, также у нас сошел еще Перес, и успел еще опередить Хартли, потому что он притормозил перед мной, наверное, не хотел ехать на один лишний круг. Поэтому решил такой, ладно, финиширую в круге, фиг с ним. Ну, в принципе, оно и правильно. Зачем ехать лишний круг, когда можно сразу притормозить? Собственно, победа для меня, конечно, но Сироткин восьмой, и это очень плохо, потому что очки набираются в купе конструкторов так себе. То есть, в основном, идут очки от меня, потому что если посмотреть, то я уже выиграю четвертую гонку, да, уже пятый этап идет, а уже четвертая победа. Довольно интересно, конечно. Сезон начинается. Ожидания у меня были, конечно, другие на начало сезона, потому что я думал, мы с Мерсесом будем так яро бороться за первенство, и по итогу там где-то к середине сезона мы уже начнем конкретно доминировать. Но доминировать мы начали уже в начале сезона, что очень плохо. Хамилт у нас приезжает вторым, к его счастью, так сказать. Ферстаппин приезжает, кстати, третьим, потому что у него была стратегия в 1-пит, и также он стартовал с задних рядов аж с 15-го места, что очень хорошо для него. Ботас приехал на четвертом месте с 8-го, ну а все-таки он у нас провалился, так сказать, они с Ботасом поменялись местами. Ну и что ж, по итогу мы имеем. В общем зачете я лидирую с плохим уже отрывом 29 очков. В кубке конструкторов, да, мы пока сидим на первом месте ровно за счет моих очков. Ну а в ArtBull со Форс Инди потихоньку там борются между собой и пытаются занять это третье место. Феррари пока не могут ничего противопоставить, они постепенно набирают обороты, но уже на этом этапе они спокойно конкурировали даже с нами, напрямой. То есть ДВС они явно уже возвращают на тот момент, как у них было в Абу-Даби том же. Соперничество я выигрываю, и уже в Монако я просто выиграю сразу два соперничества, плюс еще сделаю задачу, соответственно у нас в Монако будет просто куча очков по окончанию этапа. Забираем свои ресурсы, также там немного негативно поотвечал на вопросы Клэр, да и кстати вообще интервью как-то странно даются, то что я никак не могу улучшить настроение с отделом шасси, потому что просто нет вопросов с этим отделом. Либо есть четыре варианта, один на двигатель тройный, на аэродинамику, третий на износа устойчивости, и четвертый это уже просто на репутацию команды. Никак просто не дают они мне взять дополнительное снижение стоимости на шасси, к сожалению. Но это в принципе не особо сильно важно. По итогу беру две модификации. На этом я все, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, пока-пока.